приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы просили летние рецепты пожалуйста битва от окрошек и не подумайте что мы будем с ларисой кидаться тарелками с окрошкой нет мы приготовим три разных окрошки по трем разным рецептам с тремя разными заправками и продегустируем их вместе с ларисой я ее оторву от камеры в конце концов и расскажем вам какая на наш взгляд вкуснее и так самое главное сердце окрошки помните советские времена кто помнит окрошку делали с вареной колбасой у нас будет такая окрошка с вареной колбасой и заправка из кваса вторая крошка на мой взгляд самая классическая с вареной говядиной мы отварили кусочек говядины варили его долго где-то часа полтора она стала вот такая вот очень мягкая легко разламывается то есть хорошенько выварили третья окрошка будет с куриной грудинкой по поводу заправок одна заправка у нас будет из кефира минерал очки и горчицы вторая заправка к советской окрошке у нас будет из кваса кстати собственного приготовления если интересно как приготовить дома хлебный квас такой как его готовили в пятидесятых шестьдесятых годах прошлого века на заводах которые выпускают квас сейчас квасы делают вообще из концентрата в общем у нас на канале есть видео смотрите уже на квас перешел и так вторая заправка хлебный квас сок лимона горчица и хрен третья заправка заправка самая интересная такая с восточным с восточным колоритом немножко здесь будет участвовать айран вернее не айран а там газированный айран сметана горчица тертый огурец и этот желток чуть не сказал от яичка от куриного яйца друзья основные ингредиенты для окрошки ну как понятно из названия окрошка значит надо что-то крошить это свежие огурцы это такое чисто летние холодная вот такой вот летний холодный суп очень классный очень вкусный вообще я всегда жду летом потому что жду от окрошки огурцы из зелени берем перья зеленого лука и много укропа редис очки куриные яйца вареные крутую и картофель отваренные в мундирах и почищены итак друзья приступим сейчас начну все это измельчать точные ингредиенты для трех видов от окрошки из расчета на 6 порций вы найдете в описании видео я сейчас буду делать из расчета нам по порции чтобы попробовать смотрите друзья когда вы делаете окрошку и и лучше не делать впрок то есть вы можете все заготовить все ингредиенты также заготовить и заправку но заливать лучше непосредственно перед подачей на стол то есть можно все нарезать допустим там на шесть порций но если вы планируете эти шесть порции съесть не сразу за один раз а за два раза за два дня то лучше ингредиенты смешать сложить холодильник закрыть пленкой какой-нибудь пищевой и заправку отдельно перед подачей непосредственно закидываем ингредиенты в тарелку и заправляем заправляем заправкой в общем сейчас наша задача покрошить в первую очередь я крошу мяско прям в тарелочку такими кубиками чуть меньше сантиметра то же самое сделаю с курицей огурцы нарезаем такими же такими же такими же кубиками размером чуть меньше сантиметра сейчас нарежу и покажу какими лариса отказывается мне помогать а из меня крошильщик окрошки еще тот ну не дружуя с ножом с топором дружу больше так что лариса совсем отбилась от рук стоит там за камерой смеется вот такими примерно кубиками там за огурцом такими же мелкими кубиками порежем картошку отваренную в мундирах предварительно естественно все что мы отваривали то есть картошку яйца мы предварительно охладили друзья и смотрите по поводу огурца есть такой нюанс перед тем как крошить огурец попробуйте его чтобы у него не горчила шкурка если вдруг горчи шкурка то лучше ее почистить потому что вы испортите весь вкус окрошки но потом в окрошке горький огурец будет просто совсем не фонтан следом за картошкой покрошим в окрошку яйца лариса предпочитает это делать ножом я же прибегну вот такой вот механизации но не люблю я работать ножом механизация мне как-то хотя лариса меня ругает за это но для чего то же придумали эту механизацию конечно у ларисы получается кубики покрасивше аккуратненькие такие у меня будет у меня окрошка зато будет красивая кубики не очень красивые а а сама ну да конечно она сейчас попробую порезать одно ножом потому что не нравится мне как механизация режут яйца вся суть проблемы в том что они не совсем крутую получились чересчур мягенькие ну в общем не суть важно как вы их порежете можно ножом покрошить можно с помощью сетки порезать такие нам большие куски в окрошке вообще ничего не нужны поэтому все измельчаем и отправляем сюда же в мисе наверное самый для меня будет сейчас мрачный этап с которым я намучаюсь это мелко накрошить редиску но ничего мы не ищем легких решений и я крошу редиску а лариса в это время стоит за камерой и угорает просто с меня в общем редиску я просто сказал что мне надо учиться резать все надо в какую-то школу поваров пойти а то вкусно пожрать люблю а красиво порезать не умею в общем как-то у меня с этим нарезанием грустно чем нарежем точно так же видишь очку сейчас ее домучаю друзья резаны и диск отправляем сюда же в общий котел теперь приступим к зелени для того чтобы подготовить зелень нам понадобится отдельный общий котел в первую очередь очень мелко накрошу лук такой вот перьевой укропа вот эти вот плодоножки срезаем они нам в окрошке совершенно не нужны и теперь также максимально мелко режем укроп отправляем накрошенную зелень какую-нибудь посудину не накрошился лук при нарезке зелени ни один мой палец не пострадал поэтому уже в этом есть большой плюс эту колбасу я чуть похоже дорежу не туда закину сюда пол столовой ложечки соли и производим друзья вот такую вот процедуру чтобы это у нас все просолилась пустила сок раскрылась помнем его немножко теперь приступим к приготовлению заправки первая заправка у нас из айрана или там и начнем мешать сами заправочки вайран отправляем огурец натертый сметанку и горчицу горчицу кстати можно использовать любую можно использовать и американскую можно использовать и такую казацкую уструю хорошенько перемешиваем заправка готова вот не знаю какая заправка будет самая вкусная вторую заправку готовим из хлебного кваса немножко лимонного сока и хрен с горчичкой хрен тебе они шарапова и последнее кефир немножко минералочки газированные естественно и горчичку я все готово сейчас будем ваять окрошки так начнем собирать наши окрошки естественно все вот эти ингредиенты которые мы накрошили надо хорошенько перемешать чтобы всего было одинаково теперь друзья я раздавлю яйцо и для первая окрошки которая у нас будет с восточным колоритом смешали зелень с раздавленным яйцом вот таким вот образом отправляем это в карелочку даже отправляем нарезанную крошку то какой вы хотите сделать консистенцию окрошки зависит только от вас хотите погуще можно ее сделать погуще хотите чтобы она была более такая жиденькая можно сделать более жиденькую вот я такой средней густоты делаю и заливаем все это дело соусом первое у нас с заливкой заправкой первая у нас заправка из айрана вторая заправка из кефира дадим окрошки немного настояться и будем дегустировать надо и настояться дать хотя бы минут 10-15 чтобы она раскрыл ну что ж друзья окрошки настоялись сейчас попробуем кушать как хочется хочется да попробуем и расскажем вам наш личный рейтинг окрошек итак первое это у нас говядина вареная и айран после того как окрошечка настоялась ее можно перемешать и попробовать говядина очень сильно подчеркивает вкус окрошки ну и заправка ничего ничего не а ты пробуй эту и рассказывай свои ощущения но говядина реально вкусно в окрошке мне кажется все таки окрошка с говядиной это самое самое лучшее ну подожди мы еще не все попробовали но в принципе это очень вкусно айран вот дает свою изюминку на такой кисленький с остротой немножко говядина тоже плюс вот это вот тертый огурчик он дает ну вот как густота немножко то есть он не сильно жидкий и не потянистый плюс сметанка жирненько мне очень нравится так следующее у нас с квасом так же самое вот не знаю на весу попробую как лариса это делает но с квасом друзья и с вареной колбасой которая окрошка советская можно сказать ну квас зачет вот заправка на квасе все таки ну не знаю может потому что мама в детстве готовила такую больше всего колбаса тоже ничего но говядина было бы лучше а ну-ка лариса скажи свое мнение вкусно вкусно скажи вот квас все таки такой вкус детства заправка с квасом но колбаса я не знаю все таки мяско предпочитаю больше в окрошке но мы отвыкли вот когда был маленький ну тогда колбаса была другая мы к сожалению у нас не было своей вареной колбасы мы для окрошки согрешили и купили в магазине варенку ну да согрешили колбаса реально все портит а заправка очень классная заправка вкусная третье у нас кефир кефирчик с курицей ну и это бомбезная и курица ничего курица очень классно в окрошке закваска просто суперская заправка извиняюсь не закваска так хватит есть лариса опа ну что ж там две ложки будут ну это нежная очень нежная да вот если что ты курочка и все как бы ну оно все сочетается и в принципе она такая нежненькая нежненькая получается даже вот то вот количество минеральной воды ну я практически не чувствуешь вообще не практически не чувствуется но оно только немножко чтобы разбавить чтобы оно более жирное единственное что вот это вот с кефиром бы чуть-чуть бы досолил бы еще вот на мой те двух соли нормально а вот с кефиром чего-то просится еще сольки ну что друзья давайте так мой личный рейтинг а потом лариса наверное все таки заправка из кваса нравится мне больше всего с колбасой окрошку не делайте если это конечно не ваша колбаса ну домашнего приготовления второй наверное второе место я дам заправки из айрана вот классная она очень классная на вкус и конечно в общем и целом вот та окрошка которую мы делали с говядиной и с айраном она самая лучшая ну и на третьем месте ну опять же таки по моему мнению закваска из кефира с куриная куриная окрошка с закваской из кефира ну вот чересчур она такая нежная то есть все таки от окрошки хочется немножко ядрености такой хотя можно горчицы туда либо более острой горчички либо побольше минералов ну расскажи ты теперь у меня все таки на первом месте наверное айран мне вот это вот больше такая пикантность и все таки то что оно с мясом уже ну в общем сочетании вот мне больше нравится вот эта вот окрошка заправка мне нравится да наверное на втором месте вот это вот если бы там не было колбасы вот с галядиной магазинная колбаса это вообще катастрофа да но все равно мне кажется даже и ну вообще мне больше нравится ну вот эту квасную заправку с галядиной сделать бы было бы супер да ну и на третьем месте кефир но только по той причине да что оно такое очень сильно нейтральное все таки от окрошки ждешь чего-то такого вот ядренности такой да да оно должно освежать очень сильно мне кажется если бы туда немножко остроты добавить и чуть-чуть больше газировочки может быть сметанки так чтобы поменьше сметанки побольше горчицы и побольше газировки да вот как то так друзья поэтому с удовольствием вам представляем 3 рецепта окрошки не захотели делать 3 отдельных видео чтобы сэкономить ваше время и решили такую битву ну теперь будет для битвы окрошек покидаться ими но не будем что-то мне не хочется потом на кухне порядки наводить готовьте готовьте сейчас самый сезон окрошки я думаю вам понравится естественно если у вас есть друзья какие-то вопросы задавайте их в комментариях если нет вопросов просто пишите что-нибудь в комментариях я всегда очень рад вашим комментариям ну и мы с Ларисой естественно будем готовить для вас новое видео да Лариса обязательно всего доброго пока пока пока